Доброе утро! Здравствуйте! Вот я, Варвара Сергеевна, был в Лондоне, и там собаки гуляют везде. Собака – друг человек. Эта фраза из знаменитого советского фильма, как ни что лучше, характеризует этих собак, чье призвание – спасать людей. Их хозяева решили быть волонтерами и еще щенками, готовить своих питомцев, быть полезными обществу. Стоп! Право! Стоп! Лежь! Лежь! Сюда! Бельгийской овчарке по кличке Афи всего полтора года, но она уже имеет аттестацию МЧС, позволяющую ей принимать участие в настоящих поисковых операциях. Такие специально обученные собаки помогают спасателям находить пропавших в природных, техногенных и лавинных условиях людей. Для того, чтобы хорошо делать свою работу, ей приходится постоянно тренироваться. Ведь поисковая деятельность требует от пса отличной физической подготовки. Собака просто должна быть физически в состоянии справляться с этой работой. С точки зрения обонятельных способностей, собаки в этом смысле уникальные животные. И неважно представителем какой породы они являются, они все обладают хорошим обонянием от природы. Конечно, некоторые породы считаются, обладают чуть большим обонянием, чуть лучшим, чем иные. Но тем не менее, как показывает опыт, практически любая собака может справиться с этой задачей, если она изначально имеет потенциал и правильно обучена. Юрист по образованию и кинолог по призванию. Светлана всю жизнь посвятила своим собакам. В волонтерство она пришла более 10 лет тому назад. Сейчас у нее два поисковых пса. Их подготовка к спасательным операциям занимает все свободное время. Но по-другому, говорит Светлана, никак. На кону жизни пропавших людей, которым зачастую приходится ждать помощи только четвероногих друзей. Это все теория, а как поисковый процесс выглядит на практике, мы попытаемся воссоздать прямо сейчас. Представим, что я заблудившийся грибник, уже какие сутки иду по лесу, и силой меня покинули. И остается только одно – сесть и ждать помощи. Помощь пришла очень быстро. А лай означает, то собака нашла потерявшегося. Афи и десятки других поисковых собак состоят в клубе служебного собаководства «Аргус», который входит в состав Ленинской районы организационной структуры ДОСААФ. В этом году его сотрудники, те самые волонтеры-спасатели, решили принять участие в премии губернатора «Наши Подмосковья». Их проект «Подготовка собак» поисково-спасательной службы нашел отклик и занял третье место. Мы, конечно же, не просто хотели привлечь внимание к проблеме, но и также получить поддержку нашего начинания. Потому что, конечно же, мы хотим расти профессионально, мы хотим совершенствоваться. Мы не только работаем с собаками. То есть собаки привели нас в спасательное дело и привели нас так, что мы сами, будучи обычными добровольцами, стали спасателями, стали аттестованными спасателями. То есть мы имеем также этот статус. Правда жизни такова, что количество волонтеров-кинологов превышает число профессиональных спасателей. А такие клубы, как «Аргус», как раз и занимаются подготовкой добровольцев и их собак к реальным условиям поиска. Поэтому помощь и поддержка – это то, что так необходимо оказывать таким благим начинаниям. И в следующем году Светлана вместе с коллегами еще раз собирается принять участие в премии, чтобы достигнуть лучшего результата. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.